Всем привет, друзья! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и жмите на колокольчик под видео, чтобы не пропустить свежий выпуск новостей. Первый муж Ольги Рапунцель возвращается на проект. Ольга Рапунцель замужем далеко не в первый раз. В свое время на Сейшелах Оля узаконила отношения с Николаем Должанским. И хотя сейшельский брак действительно в России, Оля никогда не считала Колю за настоящего мужа. Впрочем, теперь бывшим предстоит жить на одной съемочной площадке. Как стало известно, вместе со своей новой супругой Екатериной Богдановой Должанский возвращается на проект. По слухам, Коля, как и некоторые другие семейные пары стричков Дома-2, станет жителем «Спаси свою любовь». Сам Николай подобной информации пока не подтвердил. Напомню, грандиозные перемены ждут проект уже в марте этого года. По крайней мере, об этом заявил Степан Менщиков. Вместе с новой пассией Степа, как и Должанский, получил приглашение вернуться в периметр. Пока остается загадкой, кого еще из экс-домовцев для нового формата «Спаси свою любовь» отобрала Надежда Ермакова. Зрители считают, что Яна Шофеева становится похожей на Ксению Бородину. Стараниями неизвестных мастеров по поиску, компрометирующих кадров с участниками Дома-2, пользователи сети увидели фото Яны Шофеевой до вмешательства специалистов в ее внешность. И стоит признать, не все зрители реалити-шоу остались в восторге от перемен брюнетки. Те, кто давно следят за развитием событий на Доме-2, помнят, что Шофеева – одна из тех девушек, которые пытали судьбу на проекте не единожды. Именно поэтому в очередной ее приход поклонники телестройки просто не узнали в ней прошлую Яну. Судя по кадрам, которые оказались в свободном доступе в социальной сети, девушка Захара Саленко изменила в своем лице абсолютно все – разрез глаз, форму носа, губы, скулы, подбородок и даже направление роста волос на верхней части лба. Поклонники реалити-шоу уверены, что, облагородив себя чужой внешностью, напоминающей смесь Бородиной и Селены Гомес, Яна Шофеева полностью утратила былую индивидуальность. Зрители не оценили старание брюнетки и призвали проектных девушек прекратить подобные манипуляции собой, ведь с экранов уже трудно различить, где и кто. В пример, пользователи сети приводят похожих друг на друга Савкину, Брянскую и Строкову. Яна, собственно, тоже далеко не ушла от своих коллег, ведь ее часто путают с Ксенией Бородиной, но некоторым поклонникам участницы это даже нравится. Ольгу Рапунцель призывают немедленно показать супруга врачу. Зрители Дома-2 не на шутку с тревожным внешним видом Дмитрия Дмитренко. Напомню, не так давно Дима получил сокрушительный удар в драке с Андреем Шабариным и, судя по всему, рукоприкладство Андрея не прошло для него бесследно. У Дмитренко подозревают микроинсульт, перенесенный на ногах. Очевидно, лицо Димы перекосило на одну сторону, и особенно заметно это по съехавшему на бок рту. Рапунцель призывают немедленно показать супруга врачу. Зрители убеждены, сейчас Диме еще можно помочь, однако будет гораздо хуже, если после микроинсульта, если это действительно был он, участника Дома-2 разобьет настоящий паралич. Новый жених Алены Савкиной не появится на проекте. В сети появились слухи, что новый жених Савкиной может больше не появиться на шоу, так как его слишком напугало знакомство с родней Аленой, да и вообще то, что ему пришлось увидеть на проекте. Участники налетели на Дениса с советами и претензиями. Татьяна Владимировна и сама Савкина не скрывают, что видят в нем будущего мужа, а такой напор пугает любого мужчину. Зрители считают, что новый жених Алены вряд ли появится на шоу. Мужчина выглядел скованным и перепуганным, когда ходил по дому, где сейчас живет Алена. Из-за этой скованности кое-кто из пользователей даже заподозрил, что Денис Макраусов имеет нехорошее пятно в прошлом и в виде срока тюремного заключения. Но возможно все дело в том, что Татьяна Владимировна слишком тепло встретила потенциального зятя. Перед уходом Денис заверил, что обязательно появится на шоу в понедельник, но у зрителей возникли сомнения. Хейтеры вообще считают, что на проекте он появится только если у него отберут паспорт и телефон. Не может же он не понимать, что не выдержит долго в любом случае. Яна Захарова уже предупредила его, что он обязан заботиться об Алене. На острове любви меняются правила проживания. Сейчас участники получают там привилегии и льготы, так что островитяне прибодрились и готовы ярчить в эфирах в меру своих возможностей и даже больше. Заодно меняют креативного редактора, так что появится еще один повод парам меняться, менять партнеров или отношения друг к другу. Обещают, что теперь участники будут сами проситься на Сейшелы ввиду некоторых перемен, хотя туда многие и так просятся даже без особых условий. Например, Валера Блюменкранц сразу изъявил желание отправиться с Анной Левченко в жаркий климат. Но теперь туда будут проситься не только лентяи вроде Блюменкранца, но и все остальные. У островитян новый график работы под камерами, им разрешают больше спать, круглосуточный режим съемок отменили. Возможно, потому что зрители жаловались на сонных героев, постоянно зевающих и расхаживающих с измученным видом. Кроме того, обещают заменить креативного редактора и кандидатуру ищут за пределами телестройки. Возможно, появление нового человека, а вместе с ним и новых идей оживит эфиры и придаст им изюминку. Зрители же ждут сценки, вечеринки, конфликты и примирения. В общем, обычный процесс, но под новым ракурсом. Бывшая участница Анастасия Болинская лишила себя возможности хоть когда-то снова вернуться на проект. Настя всерьез обижена на руководство Дома-2. Причиной главного разногласия девушки с организаторами стал обман зарплатой. Как выяснилось, вместо обещанных 150 тысяч рублей Анастасия получила всего 80. Кроме того, ведущие не единожды ссорили Настю с Алексеем Кудряшовым, хотя изначально такого сценария не предполагалось. Экс-участница Дома-2 нашла способ отомстить. Так Настя разболтала о проектных тайнах, а вместе с тем лишилась себя и возможности хоть когда-нибудь вернуться обратно под камерами. Если верить Болинской и о черных метках, и об иммунитетах, участники знают заранее. Кроме того, все, что говорят ведущие, далеко от их собственного мнения и наговаривается в наушник. Впрочем, это еще не самое страшное. Девушка дала понять, что виноградные напитки участникам подсыпают запрещенные препараты, которые заставляют вести себя неадекватно. Достаточно серьезное заявление. От Ольги Рапунцель отказались бабушка и дедушка. Родня участница не одобряет ее поведение в отношении Татьяны Владимировны. Такую внучку признавать они не хотят. Зрители советуют Татьяне Владимировне все-таки прислушаться к совету Ксении Бородиной и сменить ненадолго кнут на пряник. Юлия Фременкова загремела в больницу в урологическое отделение. Позавчера вечером ей стало очень плохо, а вчера утром еще хуже. Причина – камень в почке. Сейчас девушка чувствует себя лучше. Зрители гадают, интересно, домовские сайты напишут об этом что-нибудь или промолчат. Неожиданно изменившийся нос Ольги Бузовой стал поводом для жарких обсуждений. Ольга Бузова спровоцировала новую волну обсуждений и критики. Еще недавно в сети обсуждали ее резко выросшую грудь. А теперь поводом посудачить за спиной стал нос звезды. На свежих снимках многие не узнали Ольгу, и все из-за ее изменившейся формы носа. Пользователи социальных сетей утверждают, в собственном инстаграмм Оля выглядит иначе. По крайней мере, ее нос кажется гораздо тоньше и изящнее, чем на снимках чужих инстаграм. Фолловеры груди встали на защиту любимицы. Последнюю убеждены все дело в макияже. Фолловеры предположили, подобные разительные перемены могут быть связаны с отсутствием контуринга. Как известно, именно он способен кардинально менять черты лица. Участники телепроекта перестали верить Илье Ябарову. Большинство участников уже не верят в искреннее чувство этого молодого человека. Ребята считают, что он специально пытается строить фиктивные отношения, чтобы остаться на проекте. Прошло не так много времени с тех пор, когда Илья хотел строить серьезные отношения с Настей Голд и даже жениться на ней, а затем и завести ребенка. Он обещал устроить свадьбу в этом году, рассчитывая выиграть в конкурсе «Свадьба на миллион». Однако такой влюбленный настрой продлился недолго. В скором времени он начал обвинять свою возлюбленную в неискренности ее чувств. После этих событий остальные участники телешоу окончательно убедились в том, что не стоит верить Илье, а все его подобные действия направлены лишь на то, чтобы сохранить свое место на телестройке. Напомню, что Илья Ябаров неоднократно признавался в своих нежных чувствах, которые затем внезапно исчезали. Он даже покидал шоу вместе с Ритой Ларченко. Но за территорией проекта любовь прошла, и Илья вернулся на Дом-2, признавшись, что ему за воротами тяжело зарабатывать. Спасибо за просмотр! Рекомендую посмотреть и другие интересные ролики. Кликайте прямо сейчас, а также переходите на мой канал. До скорых встреч!